МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Для набытия обсталевания, отповедно комплексной программе социального обслугования на 2011-2015 годы, было выдатковано свыше 550 миллионов рублей на проведение ремонтных работ каля миллиарда. Под обязанностями Володы Дмитрий Котов. Новое отделение различено на одночасовое размещение 25 человек. Что день за реабилитацией пациентов будут сочить 10 медработников. Существует медицинское обсталевание дозволить выкористовывать разностайные инновационные методы келяшения. У их лику психотерапия, аппаратная физиотерапия, лечебная физкультура, массаж. Иснують усе махшимости для вертания людей до полновартостного ладу життя. Для этих пациентов у нас организованы лечения медикаментозно в процедурном кабинете, организованы очень красивые кабинеты, выписано достаточное количество медикаментов, организованы два больших зала ЛФК. Ранейко провести специализованный курс лечения, мясовые жихары накировались у Гомель и суседний Жлобин. Зараз здесь снять такие поездки не потребно. Отримать якосную медицинскую допомогу можно по месту жихарства. Конечно, этот объект даст возможность тем людям, которые нуждаются в этом, на месте, окружены будут заботой вот в этом уютном новом помещении. Ну и, конечно, любое дополнительное создание рабочих мест, койка мест – это всегда в движении вперед, это всегда плюс, это улучшение состояния наших людей, это забота о людях. Светлогорский район зарабил еще один значный крок на керунку повышения якости и доступности медицинского обслугования. Такая тенденция назирается и в других регионах в области. Так, до конца бягучего года плануется открытие еще двух социально значных объектов – сосудистого отделения худкого реагования на базе шпиталя инвалидов Айчинной войны в Гомеле и новой районной больницы в Лоеве. Дмитрий Котов, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель», Светлогорский район. Сегодня в больницах, школах и детящих садках Гомельшины начали включать отепление. Как поведомили у Державного объединения жилево-коммунального господарка Гомельской области, решение об детерминовом старте отепляльного сезона принято за резкого понижения температуры по ветру. С выходных днем тепло пошне приходит и в квартиры ЖКРУ региона. За 3-4 дни обещают специалисты, будя охоплены у весь жилевый сектор. По опошнюю чергу до отепления подключать предприемства и организации в области. За первый день до терминового голосования в Гомельской области проголосовали крыху больше, как 4% выборщиков. При этом наибольша активными оказались жихары Кармянского, Наравлянского и Хойницкого районов. Межтым выборщая кампания протягивается. Другий день до терминового голосования в материале Олега Синтюрова. В агрогородку Радуга Ветковского района выборы президента сёльта проводятся в будинку сельского домокультуры. Тут и место хапая, и некаких запасных выходов для организации безопасности людей иснует. В 10 годин ранецы члены комиссии ускрывают урну для детерминового голосования. По час дённого перепынку и в вечере она обоязково опечатывается и находится потаховый супросовник милиции. Активность сельского населения в уголе довольно значительно залежит от надворя и отповедно объему работ на присядебных участках зараз они практически завершены, а тому вясковцы начинают приходить на участок с моменту его открытия. Сказывается и местовый менталитет. Практично кожный жахар лечить удел у выбора к своим громадянским обвязкам. По этой причине, до речи, тут и участок усе разом оформляли, навод к ветке с дому принесли. И некие проблемы, коли узникнуть, обещают вырошать оперативно. Проблемы таких мы пока не видим, но как-то если их появляются, мы их быстренько решаем. Есть администрация, значит, городка, радуга, значит, председатель сельского совета. Мы совместно все решаем эти вопросы. Стала вядомая кончатковая колькость аккредитованных на Огомишине внутренних назиральников. 6 тысяч 831 человек. При таким контроле некие порушения наврать темахчимые увогули. Что отличится выборщиков, то основная причина удела миновита о детерминовом голосовании. Немахчимость прийти на выборчий участок 11-го Костричника. При том, что отдать свой голос необходимо обовязково. Мы не можем их одни, мы решили проголосовать сейчас. Вот приехал сын, и все вместе собрались, все семьи идем отдать свой голос. Я считаю, что каждый должен исполнить свой долг. Под час гэтой выборчай кампании БОШ уваги уделили людям с обмежеванными физичными махчимостями, где махчимо выборчай участки разместили на пеших поверхах. Гэта БОШ зручно не только для инвалидов, а и со старелых. Плюс подрактовалися до работы с людьми с дрынным зроком. Все это упершиню на выборчих участках заявилися специальные книги для людей, которые тратили зрок. На 12 сторонках. Уся информация в кандидатах у президенты. Правда, как прочитать ее, неопходно володость так званым шрифтом брали. Традиционно, под час детерминового голосования неких забавляльных мероприемцев на выборчих участках не проводится, а для подрактовка до ихвиадецам 11-го кастричника на участках организуют не только гандаль и пропонуют концертные программы, а и запросить специалистов, тех же медиков и юристов, например. В день основного голосования здесь будет организована достаточно культурная массовая программа, очень огромная. Здесь будет организована консультация психолога, будет организована консультация юриста, будет организована консультация представителей «Белпочта», «Гомельхлебпром» привезет свою выставку и многие-многие другие службы. Олег Синчуров, Валерия Панькова, телер, рада компания «Гомель». Протягиваем выпуск. Огольные на Малозерневых у Гомельской области перевысил 1 миллион тонн. Такие дадзины у комитета по сельскохосподарцам харшавания Аблвыконкама приводят с уликом кукурузы. Несприяльные умовы на дворья не дозволили досягнуть минулогодних показчиков. Все летние на Малозерневых будет прикладно на 350 тысяч тонн менее. Однако собранного урожая хопить, как бы забеспечить кормами поголовье буйной рогатой живелы. Уборку кукурузы на зерне плануется завершить до конца листопада. Зараз обмолошена каля третий, отведенных под гэтую культуру площадью. В ближайшие 10 дней сельгазпродприемцы в области плануют завершить уборку кукурузы на силос. Масштабная видовища на камерный хор Гомельской областной филармонии значил 35-ти годы с дня своего заснования. В областном драматичном театре с на годы свята был даден и великий юбилейный концерт под керавництвом заслуженного дейша культуры Республики Беларусь Алены Соколовой. Наши корреспонденты не обмянули увагой к эту значную культурную падзею. С подробязностями Вероника Ворошилина. Перед початком великого юбилейного концерта камерного хора Гомельской областной филармонии ухоли драмтеатра «Шматлюдна» издается паусюль пауну атмосфера особливой доброзачливости и урочистости. Сюда без конца потоком приходят знаутцы хорового мастатства, гораджане и гости областного центра. Приходят с кветками, веншавальными паштовками, самыми теплыми и щирыми словами подяки и пожаданиям талиновитому коллективу. Я сейчас нахожусь в декретном отпуске, а вообще я работаю в этом прекрасном коллективе уже давно. Желаю творческого подъема на долгие-долгие годы. Очень сплоченный коллектив, все очень отработано, четкость. Очень много и много лет им, чтобы они также работали в таком составе и были в добром здравии всех. То есть всех благ. Артистов зала с устрока эншлагом под аккомпанемент без конца хашлейфа аплодисментов. С перших аккордов святочной программы глядача окунаются у незабывный свет стародауних и хоровых романсов. Неполторных шедевров русских и замежных композиторов, якие створают атмосферу узвышенности. Камерный хор Гомельской областной филармонии был заснован заслуженным работником культуры БССР Алексеем Лукомским. На початку 80-х он стал первым профессийным коллективом этого жанра в Беларуси. С 1989 года мастацким керавником и головным дирижером камерного хора з'является заслуженный деж культуры Республики Беларусь Алина Соколова. Всю свою жизнь она присвятила музыце, саправдной, выдатной, якосной, яка ведет слухача до узвышенного, узбогачая его духуна, уздымая над метусней. Под керавнистом Алины Соколовой коллектив досягнув высокого профессийного и мастацкого узроню. Церковно-славянская духовная музыка, альчинная и замежная классика, вокально-хоровые миниатюры и лепшие сосветные джазовые композиции. Все они в репертуаре камерного хора у Гомельской областной филармонии уся музычная палитра. И это одна из причин поспехов гомельских выканавцев. Лучше, конечно, всего, когда зритель сидит, слушает именно разные жанры, когда вот в одно и то же это, кажется, может надоест. Но мы стараемся именно разнообразить репертуар. Я думаю, в этом и успех. И хорошо его делать. Вот и все. Еще одна отметная творчая риса коллектива уластива только ему оригинальный тембр и разностаенность мощных голосов. Сегодня 24 артисти выполняют музычные творы, которые написаны у разлику некуда больше значную колькость музыкантов. За довольнение ни с чем не пораунальное. Это уникальный какой-то коллектив, который имеет свой тембр. Вот это тенор звучит, это баритон, то хор, их немного, а поют, как большая капелла. И вот это именно голоса. Голоса плюс произведения. Разностаенность репертуара и высокое выканальницкое майстерство сделали камерный хор Гомельской областной филармонии, известным не только в Беларуси. Коллектив неодноразово выступал в России, Германии, Польше, Эстонии, Литве. Их за все дыши и душевно примают в многих краинах света. Вероника Ворошилина, Игорь Марышченко, телерадоакомпания Гомель. Конкурс «Налепшее селфи» обвести у Гомель АблАутотранс. По умовах на фото повинны знайсти адлюстравание любые аспекты дейности организации. Обовязковое потребование, фирмовый надпись або логотип предприемства. Наши корреспонденты доведались, кто сможет поспоборничать за перемогу в конкурсе. Что угодно, передо дни дня автомобилиста и дорожника, який отзначается в опошенную неделю месяца, Гомель АблАутотранс ладит стоматичные мероприемства. Все лето тут вы решили свернуться не только до супрационников, а и до своих пассажиров, у пеших у Чаргу до молоди. Конкурс «Селфи» сегодня наибольший текавый, минавито для подрастающего поколения. Все, что наши пассажиры-работники захотят запечатлеть, это и автобусы, это и обслуживание. То есть надеемся, что этот конкурс заинтересует наших пассажиров, наших работников. Свои фотоработы можно отправлять на e-mail.info.sobaka.gomelauto.by с пометкой «Селфи». А кроме того, необходимо позначить имя и контактный телефон. Оценить фотосдымки, покинуть свой голос за то, что наибольший сподобался, можно на официальном сайте предприемства Гомель АблАутотранс. Будем выставлять фотографии по мере поступления, но условия такие, что за каждого участника можно будет проголосовать только один раз. По выниках интернет-голосования авторы трех лепших фотографий отримают призы, которые организаторы конкурсу по куль вы решили не раскрывать. Катерина Сопельникова, Ганна Ковалева, Валера Игапанько, телерадиокомпания «Гомель». Отправиться у подорожа по сторонках истории моды пропануя Гомельский палацово-парковый ансамбль. По часу работы выставы «Модерн. Эпоха жаноскости» у этой дни проходит адукационная акция. Ее первыми удельниками стали студенты Гомеля. Для этой аудитории навыковые сопрацовники палаца распрацевали особливую экскурсию. Она адаптована для молодей, носит адукационный характер. И при этом проходит у интерактивной форме. Юные наведывальники имели махшимость доведаться про моду розных стагодзев, принять удел у интеллектуальной гульни и отшуть себе модельерами. Выставка, которая проходит во дворце «Модерн. Эпоха женственности» является очень удачной площадкой, где мы можем это занятие проводить с детьми. Выставка будет работать до 15 ноября. И до 15 ноября любой желающий может посетить не только выставку, но и поучаствовать в увлекательном путешествии. На этом выпуске завершено. У студии працавала Маргарита Шубукова. Усяго доброго и до встречи в эфире.